Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Даналь и сегодня я решила снять такое маленькое коротенькое видео экскурсия по Ранчо Старшайн. Так что просто хочу вам рассказать о всем, что могла пустить в своих видео или просто что я не сняла и не выложила, за что опять же извиняюсь. Сегодня со мной моя лошадь любимая Зюня, на которой я очень редко катаюсь, но Зюня со мной всегда в моем сердце, так что седлайте своих лошадей, одевайте ковбойские седла и поехали! Ранчо Старшайн Ранчо Старшайн очень милое и очень классное место. Разработчики сделали все, чтобы это место всегда было наполнено жизнью. Все игроки всегда здесь тусуются, ролят. В данный момент, правда, здесь затишки, но если честно, я этому рада, потому что в кое-таки веки Ранчо может вдохнуть чистого воздуха. Ранчо много не игровых персонажей и даже не NPC. Это просто NPC, которые ходят без задания. Как эта девочка на лошадь, как паренек с ковбой, с собачкой. Ты же паренек или ты девочка? Вот честное слово, каждый раз путают несколько игровых персонажей. Это девушка. На самом деле, просто тут где-то недалеко есть очень похожий паренек. Самое классное здесь это то, что Джош может спокойно или бесплатно довезти вас на свои тележки до Мурланда. А своим ходом, согласитесь, приходилось бы делать сильный крюк. Но благодаря Джошу, который стоит и в Мурланде, и на Ранчо, вы можете спокойно попасть на Ранчо и в Мурланд. В какую сторону вам будет угодно. Здесь есть большой шикарный загон для Вестерна, в котором вы проходите дальние скачки. Эти скачки дают очень много опыта, насколько я помню, каждый проход, то есть 30 скачки дают вам 300 опыта. В итоге за прохождение 6 скачек вы получите 600 опыта. Согласитесь, это очень много на самом деле. На Ранчо очень много, скажем так, ворот, которые открываются таким образом, но у них есть один глюк. В какой-то момент они закрываются, и если вы чётенько в этот момент подъезжаете к ним, вы не сможете их открыть, пока не загрузятся звёздочки. Вот такой шикарный плац тут находится, или загон, я даже не знаю, наверное, плац открытый, это можно назвать, для шоу. Тут, кстати, лампочки эти говорят ночью, но лучше бы они сияли ярче, а ночь была темнее. Также здесь есть у нас трибуны, на которые пока что нельзя сидеть. Я думаю, это чисто временная проблема, ибо можно было бы устраивать соревнования здесь, потому что плац очень большой на самом деле, и зрители было бы классно здесь наблюдать. Также на этом Ранчо будут продаваться абсолютно все, кроме двух обновлённых Квотерхорсов. Один из них продаётся в Фортпинта на постоянстве, а другой продаётся в приложении. На следующей неделе нам, по идее, должны завести ещё трёх лошадок, и таким образом ещё два места останется. Но, тем не менее, вроде бы здесь должны стоять абсолютно все Квотеры. Так что ждём заполнения Данику. Если вы не читали обновления, то вот этот магазин Хакамура и не только пришёл нам от Странствующей Ярмарки. Насколько я помню, если вы не покупали круглые очки, то они должны быть именно здесь, просто я их все скупила. Поэтому Странствующей Ярки, насколько я понимаю, больше не будет, и весь магазин переехал именно сюда, в одном таком маленьком лорочке. На Ранчо очень много декораций, магазин. Правда, у нас всего лишь два, один с продуктами, а один с одеждой. Есть, правда, интересный факт, который я, кстати, очень сильно меня смутил, когда не было обновления с поиском животных. Это органический корм для кур. Я его купила вначале и не понимала, зачем он, но потом, в следующем обновлении, вышли задания с поиском животных, и всё стало на свои места. Если проехать по дороге от Ранчо вниз, вы найдёте вот такой вот скромный сельскохозяйственный уголок. Здесь как раз стоит у нас девочка Мэри, которая даёт вам задания, как, если вы его ещё не выполнили, о поисках пропавших животных, которые резко все разбежались с Ранчо, когда они приехали сюда. Всего лишь в день можно найти четырёх животных, карты с точками и координатами, где они могут находиться в интернете уже полным-полно. Поэтому вы легко можете открыть карту, быстренько проехаться по всем точкам и выполнить все четыре задания. Таким образом, насколько я помню, вы получаете достаточно тоже много опыта, но сколько точно, не помню. В общем, я помню, что если выполнить все скачки и все поиски животных, можно точно половину уровня лошади прикачать, будучи 13 уровнем. Также за конюшней находится рольная территория, или проще, и не ломай язык, территория для ролок. Это очень классное место, здесь есть загонщики, их очень много, они очень маленькие, в каждом из которых свободно открываются дверцы. Здесь есть, правда, две энписичные лошадки, обычные, там Тинкер и Чинкотик, и добавляли вот двух квотров, которых, кстати, пока что нет в игре, так что сидим и ждём. Здесь очень много места, чтобы дать волю воображению. Даже создали донники, которых вы спокойно можете открывать, ворота, точнее, двери ставить своих лошадок, или, к примеру, просто ролить с друзьями, что кто-то из вас слушает, кто-то всадник, и всё в этом духе. Так что, на самом деле, вот эта вот маленькая игровая зона очень классная. Здесь, я считаю, есть один гигантский загон с кормушками для обычных лошадей. Сюда можно, к примеру, загонять буйных лошадей. Так что, на самом деле, полёт фантазии ограничивается только вашим воображением. Ещё самое классное тут то, что здесь есть Левада, боже. Я, конечно, не коник, но о Леваде мечтала очень давно. Но сколько я тут кругов намотала в первый день, играя за дикую лошадь со своей подругой, просто не перечислить. Это очень классное ощущение и очень классно по мне, так что она в двухсторонне. Выходя, кстати, из другого входа, мы попадаем в зону ветеринарии и ухода. Здесь два отсека, можно, то есть, не толкаться спокойно, там, одни игроки тусуются здесь, другие здесь. Здесь есть ветеринар, кстати, обновлённый, очень классный, который может повысить состояние вашей лошади до максимума за 100 СК, но я этого делать, конечно же, не буду. Очень много разных динамичных вещей здесь находится, которые создают атмосферу ветеринарной зоны, игровой зоны, зоны вестеринского ранчо, то есть, всего-всего очень много и очень классно. Стоят трейдеры, каневозки, забыла, в которых лошади перевозят, цепляются к каневозкам, не помню, ну ладно. Также есть вот такой танцпол, на котором теперь можно танцевать. Правда, музыку советую включать в стиль вестерн всё-таки с телефона, потому что то, что здесь вам быстро надоест и наскучит. Так что вот такая вот маленькая экскурсия по ранчо. Здесь также есть один домик, который, я надеюсь, в будущем будет активен, потому что уж больно, он похож на домик лагеря. И это было бы классно, если бы, допустим, вы бы целый день катались бы на лошади с друзьями, а вечером устроили бы посиделки в этом домике за чашкой чая. Это было бы очень-очень классно. Если вы видите людей, прыгающих в конюшню, не удивляйтесь. Пока что конюшня, насколько я помню, здесь является полупрозрачной, да, и то есть можно спокойно в неё прыгнуть и здесь находиться. Но я не вижу в этом никакого толка, потому что я не понимаю, почему, когда в выходные дни или когда много народу в игре, все просто толпой, особенно такие персонажи стиля VIP, прыгают туда, выглядывают оттуда ещё, показывают всем, демонстрируют баг на глючные танцы. В общем, всё как-то непонятно. А на этом экскурсия на ранчо подходит к концу. Спасибо, что посмотрели это видео, поставьте лайк, если не жалко, и наслаждайтесь этим ранчо вместе с нами. С вами была я, Дананя, и моя Юня, которая по игре называется Сумрачная Забава. Не забывайте тренировать своих лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам, и до встречи в следующих видео. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»